Леонид Михайлович, скажите, а вы были знакомы с авторами трилогии? И что они рассказывали, что они вспоминали, может быть, в личных беседах? Я очень хорошо знал о Грановского. Мы жили рядом с его детьми. Я играл. Нет, он ничего не рассказывал в ту пору. К сожалению, вчера она умер. Все рассказы начались потом авторов, некоторых авторов. Нельзя сказать, чтобы эти рассказы рисовали самих авторов в лучшем свете. Если уж ты взялся это делать, ты понимал, что ты делаешь. Не надо потом ничего дурного об этом говорить. Люди шли на это исключительно по карьерным, эгоистическим соображениям. И кого-то корить в аморальности потом, кстати говоря, не очень хорошо. Если позвольте, я одну вещь скажу. Как раз в написании своих докладов Леонид Ильич принимал участие. Ведь все начиналось с того, что он вызывал себе группу авторов, тех, кто будет работать над докладом, и говорил, что он хочет. Какой тональности это должно быть сказано. Какие именно мысли он хотел бы донести. Это было достаточно, конечно, косноязычно. Но он говорил, чего он хочет. Потом он всегда приезжал в Завидово. Он нравился там жить. И все куски ему читали. Он не читал глазами, всегда выслушивал ухом. И он ловил. Ему что-то нравилось или не нравилось. Он заставлял переделывать. Как раз к докладам он относился очень серьезно. Но не к этому. Это он как-то воспринимал совершенно по-другому. Знаете, когда ему вручали Ленинскую премию, то он, естественно, только читал текст. Но верил ему. Он сказал, что вот благодарю, насчитаю это авансом. И если соберусь силами, напишу что-нибудь еще. И, ей-богу, он в эту минуту верил, что он написал это сам. Хотя читал он только первые вещи. Всего было написано восемь очерков. Читал он только первые несколько. Вот, кстати, об авансе. Известно, что гонорар Леонидовича Брежнева за трилогию составил 179 тысяч рублей. 80-й год. Огромные деньги. Вы не знаете, как он их потратил? Как он ими распорядился? Ну, во-первых, он уплатил с них партийные взносы. Платились со всего, кроме премии. Вот с Ленинской премии он взносов не заплатил. Все лежало у него на книжке. Не только у него. Многие писатели, в ту пору принадлежавшие такой высшей когорте, получали куда большие гонорары. Мало кто знает, что это составляли сотни миллионов рублей у нашей секретарской верхушки Союза писателей. Сотни миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, Леонид, а как вы считаете, как вы думаете, почему Леонид Ильич в книге «Малая земля» упомянул Сталина, а в книге «Цельна» нет ни слова о Хрущеве? Древность все-таки? — Сталин существовал для Леонида Ильича. И он его вернул, между прочим, в оборот, в первый раз в 1965 году, упомянув его имя в докладе по случаю годовщины Великой Победы. И зал тогда благодарно откликнулся аплодисментами. Брежнев хотел вернуть Сталина. А Хрущеву он относился очень плохо. Хрущев был вычеркнут из истории. Его имя не упоминалось никогда. Она была вырезана даже из хроники космических кадров. И Гагарин рапортовал неизвестно кому. Хрущева не существовала. Для Брежнева в том числе. — Мало кто помнит, что кроме знаменитой трилогии у Леонида Ильича были еще произведения. «Жизнь по заводскому огутку», «Чувство Родины», «Молдавская весна» и то, что называют иногда политическим завещанием вождя слово о коммунистах. Издать массовым тиражом их не успели. Но вы читали эти книги? — Я читал все восемь очерков. Они были изданы в 83-м году тиражом в 20 экземпляров. Один из этих экземпляров хранится у Леонида Трофановича Замятина, он мне показывал. Они отпечатали пробный вариант. Брежнев уже умер, не знали, что делать. Отпечатали, показали Андропова. Андропов посмотрел, сказал, ну пусть пока у тебя полежит. Вождь умер и больше ничего уже не интересовал. — Скажите, пожалуйста, люди, которые писали произведения Леонида Ильича Брежнева, и «Молдавскую весну», и «Целину», и «Возрождение», и «Слово о коммунистах», они давали какую-то подписку, что мы никому не скажем никогда, что это мы писали, а не Леонида Ильича? — Ну что вы, зачем такие вещи обговаривать? Это было и так очевидно. Зачем же? Все, кому надо было знать, знали. И люди просили, кто просил квартиры, кто собрание сочинений, кто просил прикрепить к поликлинике 4-го главного управления. Ну, орден давали, квартиру давали, с собранием сочинений помогали. Поликлиники не прикрепляли, потому что не позволялось. Номенклатура. — Привычка нанимать неких людей, которые будут в тени, в темной комнате писать поэмы, воспоминания, руманы, повести за известных людей, условно, у Оксана Робских, она появилась при Леоне Ильиче, вот это наша уже известная традиция, или раньше? — Ой, она существовала всегда. Боже мой, вот эта так называемая секретарская литература, она очень часто была сотворена чужими руками, был скандал, был такой знаменитый после войны драматург Анатолий Суров, лауреат сталинских премий, его пьесы ставились везде, он был вообще звезда. А потом выяснилось, что он сам не написал ни строчки, все это писали там несчастные люди, которых он на это дело мобилизовал, обещаем там покровительство, деньги и так далее, всех обманул, кстати говоря. Ну что вы, полна советская литература такими историями. — Леонид, скажите честно, а вам предлагали написать роман, поэму, доклад, воспоминания за известного человека? Не будем вдаваться подробностям, просто да или нет? — А предлагали. — Написали? — Нет, мне совершенно неинтересно, зачем я сам так люблю писать, зачем мне за других писать-то. И мне предлагали, что за меня будут писать. Конечно, одно издательство позвали, говорит, ой, вы знаете, мы бы хотели, чтобы вы участвовали в нашей какой-то работе. Я говорю, вы знаете, я уже так другим вашим коллегам общал так много написать, мне до конца жизни не успеют. Говорит, нет проблем, мы наймем людей, нам нужно ваше имя. Зачем? Мне нравится писать. — А может быть, мемуары нужны были для того, чтобы каким-то образом легализовать в глазах людей вот эти действительно бесчисленные и не всегда кажущиеся заслуженными награды? — Нет, нет, Леонид Ильич был абсолютно уверен, что все награды заслужены. — Далек от легализации. — Конечно, он в войну получил очень мало наград и считал себя обойденным, несправедливо обиженным. И когда он после войны получал звездочки и на погоны, и сюда, и сюда, он считал, что это всего на все восстанавливается справедливость. Нет, нет, все эти награды он считал абсолютно заслуженным. В голову не приходило, что он этого не заслужил. А потом, знаете ли, вот моя мама, я помню, вернулась, потрясенная на общем собрании в Институте мировой литературы Академии наук, один из наших выдающихся литератур и ведов, не буду сейчас его имя вспоминать, провел прямую ветвь от Пушкина к Брежневу, без всякого юмора, с трибуны самого главного института литературы нашей страны. — Спасибо вам, Леонид, за чрезвычайно насыщенную беседу. — Спасибо, мне было приятно, тезка, вспомнить добрым словом. А мы продолжим вспоминать события минувшей недели былого времени.